вот у тебя сейчас на экранчике вон там по типу извержение вулкана да так вот ты по нему кликни ты будешь видеть его во весь экран и вот теперь измейл показывает про этот чиколейт на подобие репозиции я еще туда очень сильно смеялся и даже нашел есть аналог там он не называет чиколейт но энтузиасты взяли и сделали это вот он называется чиколейт и там написано что это аналог автопедет от кубанцу и очень кстати очень похожий аналог через командную строку команда я его ставлю так и получаю вот так то есть копирить вставляет по бей 22 тысячи 125 пакетов так 22 тысячи 125 программ ставится все так смотрите командная строку чокко инсталл и имя пакета поиск например кроме ну хорошо вот она тебе откинула там кучу вариантов а как ты выберешь из них такой конкретный как на какой-нибудь берешь копируешь и и вставляешь и что или к инсталл и а ты копируешь только цифры или полностью название полностью название ну давай 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 надеюсь что и другое что там у тебя не стоит это вертолик здесь что удивительно здесь даже есть на ноты редактор под ну чоколад чоколад чоколаде чоколаде орг понимать да ничего но по крайней мере как говорится форточники пришли к пониманию репозитория что-то говорится это гораздо меньше вариантов того что человек всякой дряни нацепляет и лучше уж ну чтоб говорится у человека была операционная система чистая а почему она будет чистая для того что и программы будут из нормальных источников грубо говоря у тебя ставят опера 32 битную у тебя что компьютер 32 битный вот я вот здесь по понятно можешь остановиться да ну примерно так есть стандартные такие знаете типа дабы где-то и нано-пакет это порадовалось я могу редактировать индекс фонд или даже на линдос я вот эту виртуальную пробочку поставил практически отсюда вот практически 90% программ которые стоит а ты поставил вот этот кроме вот этой программы и этой я все поставил в репозиторию все ну надо будет покопаться посмотреть и аимп есть и даже аугасил все экспериментин есть там вроде бы во первых я всегда был противником чего чтобы люди там кричали я только использую винду а я только линукс а я всегда исходил из того что человек должен использовать не операционную систему а набор программ которые ему нужен и поэтому если человеку не хватает допустим одной операционной системы так допустим держит там и 2 и 3 и 5 какая кому разница есть допустим вот хорошая значит веточка ubuntu называется ubuntu studio она заточена именно на работу с аудио-видео материалами и то есть тот кто занимается там производством аудио там или видео продукции естественно ему допустим лучше пользоваться вот этим дистрибутивом ubuntu а кому-то нравится сидеть в винде ну теперь он и винде получает скажем так нормальный безопасный путь установки программ на при котором не нацепляет он они вирусов не всякой дряни потому что я чувствую что уже и microsoft уже сами устали от этого навоза ну естественно а почему опять таки ты установку делаешь open shot 32 битные или она сама тебе выдает 32 битных чем дело почему на 30 ну понятно то есть тут еще не все вопросы отработаны но на тем не менее и команда то в принципе простые там чок инсталл чок анан стол да да и чё и чё костючка поискать пакет вот и все версии да ну я считаю что вот это вот уже скажем так мне нравится ну а программа которая допустим все шпионское оборудование удаляясь с винды у меня есть я периодически ей как говорится пользуюсь неоднократно аятская там раз в неделю эту программу запускаю она мне полностью убирает с винды скажем так все это шпионское программное оборудование потому что оно мне крайне не нравится а вот из моего это самое лев он очень хорошую программку нашел тоже для винды лев расскажи о ней да да ну это в принципе эта программа ничего нового для винды не делает просто без этой программы надо каждую область винды которая наблюдается за тобой и что-то там пытается куда-то отправить отключать ручкой отдельно это же программа делает все это одним махом и в одном окне это обновление обновлению розни порой так такую бывает вспихивает ненужную тебе как говорится мусор вот я абсолютно не нужен поэтому я бы предпочел чтобы перед тем как на мне что-то впихивать мне показали что они желают установить ну здесь есть такой вот это не стоит они удалены что ли там можно было выбрать чтобы установить только по согласию ну мы не я это сейчас нас также в 20 я не не во профессионал по моему стоит потому что у меня официальный windows 10 но для системных администраторов а у них платное обновление я его Microsoft активировал сам но у меня там это корпоративная версия Windows 10 Enterprise ну а теперь давайте подумаем почему же или что вынудило Microsoft пойти на такие скажем по моему это вообще беспрецедентные действия как вот была создана вот эта вот программа которая значит позволяет подключаться к репозиториям это получается путь к тому что они открывают значит пошли по пути компилирование ядра получается что ли? нет они по своему пути будут идти просто проблема в том что в Windows сегменте Linux очень популярен он безопаснее тем более open source они сейчас даже делают такую систему они ставят такую фигуру чтобы можно было ставить Linux пакеты то есть Linux программы например Ubuntu ставить на Windows оф ты вот это делает но это давно уже достаточно ну да раньше была это какую-то обрубов сейчас официально от Microsoft они делают это это новых недавно тут появилось раньше было да такие пользуются к версии но счет они этот код внесли в ядровую же систему то есть он уже на уровне играть все это реализуется ну что это в общем то на мой взгляд это не очень интересное решение для разработчиков да для разработчиков да чтобы они под Windows могли постелки разрабатывать программы также и под Windows да это очень удобно да тем более что каждый каждый третий сервер Microsoft Azure вроде бы под Linux каждый третий сервер Microsoft он на Windows я скажем я вообще у меня стоит вот второй компьютер на котором стоит только Windows но там же установлены только игры но мне тоже вообще ничего то есть я не хожу в мод интернет я даже если мне что-то надо для игры там какой-то мод или что-то так я это все равно делаю на другом я сниму беру нужный мод и переношу его туда то есть это конечно так немножко глупо но я уже так привык так делаю уже огромное количество игр и у меня поэтому на этом компьютере не всегда вирусом ничего на нем не всегда и не установлено кроме семерки и кучи игр ну в принципе можно не волноваться с репозиториями а с репозиторией конечно конечно но дело в том что если мне нужен какой-то мод для какой-то игры то я его в репозитории не найду ну смотри а ну-ка этот эсмаил а можно что-нибудь найти какую-нибудь допустим игру через это хранилище стандартные программы стандартные программы да да есть картинки уже можно поставить картинку вот это там есть ну это по сути есть игры ну ладно ну поймите они разрабатываются по обществу да нет ну как говорится кто же против просто вот меня значит всегда вот это вот удивляла значит способность людей только одно люблю а все остальное это не фонтан может нравится что-то одно потом может нравится другое ну допустим я считаю что на винде очень хорошо хорошо реализованы возможности программы юми в линуксе такого нет а на винде значит там у них широчайший значит диапазон можно там на одну флешку там разные операционные системы ставить собственно говоря что угодно вот что-то подобное значит есть на линуксе есть программа называется мульти систем но она к сожалению это французская программа я в последнее время по ней качаю вот эту версию хорошая штучка мульти систем и до сих пор она ставит все самые свежие сборки линукс минта федоры манджаро но сайт уже по моему пару лет толком не поддерживается хотя загрузочные флешки делает очень хорошее вот имеешь ввиду мультисистем да да движение то нет ну вот я последние четыре урока выпустил на эту тему где показываю полностью как от а до я все это дело настроить и сделать в линуксе свою нормальную как говорится мульти загрузочную флешку проблема в том что она будет демона не под степень линукс работает ну ты мои четыре видео урока посмотри сначала а потом скажешь мне почему она вдруг у меня в линуксе работает ну у меня она под минтом тоже работает ну под артинском она не работает да не пытайся под минтом она у меня работает а как долго ставишь федору то есть рпм дела она перестает работать она запускается при запуске она требует пароля ну да и что ты ей туда не уволит и что она пишет тебе что это не тот пароль и все мульти систем у меня установила федору на флешку значит и у меня федора грузится в лиф режиме но при установке там выскочило сообщение там сделать ли режим персистент там два выбора если хотя бы один из них или оба вместе ты отмечаешь галочкой то тогда да при заходе на федору у тебя будет окошко с просьбой завести пароль и ты его никак не сможешь завести но тем той же программы мульти систем если ты устанавливаешь федору без этих рюшечек то есть у тебя в процессе установки на флешку выскочит окошко где тебе будет предложено создать там что-то там типа персистент режим и еще что-то вот надо оставлять их не отмеченными без галочки у тебя федора на флешку поставится нормально из флешки она у тебя загрузится нормально в лиф режиме и меня совершенно не понял я не об этом говорю я говорю о том устанавливать если устанавливаешь эту программу под винтом и вы подожди секунду Исмаил открой-ка Юми и в Юми там есть в меню установка 7-8 и есть отдельно они сейчас уже для десятки сделали агрей отметь какой-нибудь там этот самый иди ползунком пониже еще еще ниже так и теперь аккуратненько начинай подниматься вот видишь для десятки сделали инсталлятор и для предыдущих версий тоже и даже для их спешки это интересно мне очень нравится Rufus Дело в том что Rufus может записать только одну операционную флешку на одну это самое а если допустим у тебя флешка к примеру размером 32 или 64 гигабайта и ты на нее хочешь посадить пяток десяток своих любимых операционных систем то естественно ты Rufus это уже не сделаешь ты это будешь делать юмиком логично? логично ну вот вот и весь сказ поэтому я всегда опять таки я стараюсь не противопоставлять а в принципе ну две программы они друг друга объединяют я почему не люблю отказываться от своих маленьких флешек на 4 гигабайта их сейчас днем с огнем сейчас уже везде по 8 гигабайт они шуруют а я люблю свои 4 гигабайтные флешки потому что на них в аккурат ставится там одна-две операционные системы и все и не надо мне потом думать куда там что с оставшимся пространством это самое там мне вытворять потому что тот же Yumi он позволяет делать режим persistent только значит для Ubuntu Debian Mint Zorina Elementary Linux Lite то есть вот дистрибутивов основанных ну короче там где понимается команда сюда вот там она позволяет создавать режим persistent и тот же Yumi он не сможет сделать тебе режим persistent ни для манджарки ни для Федорки хоть ты тресни но еще раз тебя плохо слышно ну давай майнкрафт поставь а установ ну ну понятно ну по крайней мере ставится он ставится я просто я вообще в этом плане не игроман поэтому мне то это скажем вообще мало колышет но я понимаю и с уважением отношусь к тем людям которым что-то нравится если им нравится игры ну ради бога пусть они как говорится занимаются этим но теперь очень появилась любопытная возможность у Винды подключения к репозиториям значит не одни там сидят только упёртые люди а есть люди которые собственно говоря думать то могут ты нам это сегодня ярко показал рассказал потому что я считаю что это одна очень такая полезная штучка вот ну ладно все давайте счастливо